Дефинишник изгиб 0.4 лежит в дропбоксе в группе 2. Он моделирует как вместо ансиса изгиб, только он, в отличие от ансиса, не точно моделирует, но мгновенно. И здесь можно выбрать материалы из этого списка. Здесь вот я наиболее легко доставаемые, которые у нас есть, материалы поставил. У них задать толщину, у каждого первый слой материалов, второй слой материалов. Потом температуру, при которой склеиваем, то есть температуру, при которой материал будет прямой. И температуру, для которой нам нужно рассчитать изгиб. То есть она может сменяться. И еще на входе здесь должен быть опорный отрезок, то есть тот отрезок, который мы хотим гнуть. И отрезок основания. То есть он перпендикулярен этому опорному отрезку. Это получается линия, за которую мы зажимаем наш лепесток. Ну, или там, смотря что у вас. Здесь гнется только линия, а потом по этой линии уже можно какие-то плоскости строить. Это уже у каждого, смотря какой случай будет. Вот такая группа, и на выходе получается в итоге вот эта дуга. Сейчас покажу, как разные материалы с разными толщинами работают. Вот здесь есть список, где написано название материала, потом его коэффициент расширения и модуль Юнга, то есть упругость. И вот, допустим, было предположение, ну не предположение, говорили, что латунь будет работать лучше, чем алюминий, потому что у латуни больше упругости, чем у алюминия. Хотя меньше коэффициент расширения. Вот сейчас можно проверить. Латунь гнет так, до 100 градусов от 20, выбираем алюминий, гнет сильнее. Видите? Всё же, то, что у латунь меньше расширения, это съедает то, что у неё больше упругость. Другой вот пример. У акрила и полиэтилена почти одинаковые, очень большие расширения, однако у акрила намного больше упругость. И из-за этого, когда используем акрил, получается очень большой изгиб. Но если взять полиэтилен, то получается очень маленький, потому что полиэтилен сам по себе очень слабый, хотя и сильно расширяется. То есть, величина изгиба зависит и от упругости, и от модуля расширения. Поэтому только по модулю расширения нельзя смотреть. Ещё вот такая особенность. Когда сейчас у них почти одинаковая толщина, и, допустим, сделаем толщину, здесь сделаем инвар, у него пускай будет 1 толщина, 1 мм. И сейчас вот изменяем толщину алюминия. От нуля, когда 0, она вообще не будет гнуться, потому что алюминий очень тонкий. Потом уже увеличиваем. И видите, она увеличивается, изгиб. А потом, когда ещё сильнее увеличим толщину алюминия, изгиб ещё уменьшается. То есть, для определённой толщины одного материала есть оптимальная толщина другого материала. Не так, что как можно тоньше надо, а именно вот есть оптимальная. То есть, для 1 мм инвара оптимальная толщина алюминия – это вот где-то 0,6. Это вот обычно один из этих материалов труднодоставаемый. И если когда-нибудь случится чудо и достанут инвар, то алюминий нам можно будет уже выбрать. Или там, допустим, акрил можно будет выбрать. Инвар с акрилом – это самое сильно гнущиеся сочетание. И акрил можно уже выбрать любой толщиной. Вот видите, когда 3 мм, это уже идёт уменьшение. То есть, где-то 2,5 мм будет оптимальным для миллиметрового листа инвара. Вот так это работает. Можете использовать в своих скриптах или просто хотя бы смотреть, какие оптимальные толщины разных материалов. Покажи, покажи, алюминий есть акрил. Алюминий, акрил. Алюминий 0,1 соответственно. Акрил, акрил 0,3. А, акрил 3. Вот, получается, если бы акрил был тоньше, гнулось бы сильнее. И там вообще, вот, кстати, косяк то, что, когда в трубочку заворачивается, он уже не может дальше считать. Короче, трубочку он уже вам не покажет. Он вам только дугу покажет. Смотри, у вас же его сделали с алюминием? Да. Ну, там длина не такой, ну, изгиб вроде бы. Но там длина. Длина была не такая. Длина была не такая. Конечно, здесь же... И сколько длина сейчас? Здесь метр длина. А, ага. Ну, и, возможно, там всё же клей скользил. Нет, ну, там так вообще. Если ты понимаешь, что это идеальная модель, когда все материалы... Когда материалы прямо друг с другом. А там ещё клей может сильно всё испортить. Вот. Ну, тогда сравнивали с ансисом. Там всё-таки я этот немножко большую кривизну показывал в сравнении с ансисом. В два раза. В два раза. Но там в ансисе ещё гравитация учитывалась. А здесь гравитация не учитывается. У вас были треугольники, а тут прямая линия. То есть треугольник там всё-таки он гнёт, снаряд за счёт своей формы меньше. Ну, в общем, для точных расчётов это использовать нельзя. Но для ориентировки и для сравнения разных материалов можно. Для таких приблизительных расчётов. Потому что в ансисе-то, чтобы одну дугу прочитать, нужно там... Это, полчаса сидеть. А здесь получается всё мгновенно.